Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале English Galaxy. И по вашим заявкам продолжаем данный курс «Практическая грамматика. Английский язык с нуля. Урок 36». Мы с вами далее двигаемся по нашему плейлисту. Обязательно всё повторяйте, закрепляйте и переходим к теме. Соответственно, неправильные глаголы английского языка. Распираем их, отрабатываем на конкретных примерах. Значит, давайте вспомним основные неправильные глаголы и потренируем предложение на перевод. Итак, «сказать что-то». Как будет «сказать что-то»? Это будет «say». И сразу вспоминаем или же проходим формы. Значит, смотрите, пока нам с вами нужна будет первая и вторая форма, но я рекомендую вам сразу уже учить три формы глагола. Они вам в скором времени понадобятся. Итак, «say» — «сказать». Вторая форма — «sad». И третья форма такая же. «Sad» — «sad». «Sad» — «sad». «Say sad», «sad». И примерчики. «Он сказал это очень громко». «Он» — «he» — «сказал это». Мы с вами говорили, что как раз для времени «past simple» — «простое прошедшее время» — нужна вторая форма глагола. Или это правильный глагол, добавляется «ed», или нужно знать вторую форму неправильных глаголов. Мы с вами про это подробно говорили в предыдущем уроке. Итак, «он» — «сказал это». Мы также говорили, что большинство наречий образуется с помощью суффикса «li». «Loud» — это «громкий», а «loudly» — «громко». «She said it very loudly». Далее. «Она сказала это очень тихо». «Она» — «she» — «сказала это». «She said it» — «очень тихо». Будет «very quietly». «Quitely». «She said it very quietly». Далее. «Я говорил это снова и снова». «Я говорил это снова и снова». Мы скажем «I said it» — «снова и снова». Это такая фраза. Осталось только еще правильно произнести. Большинство студентов, подавляющее студент... Большинство студентов, 99% неправильно произносят это слово. Правильное произношение. «Again». «Again». «I said it» — «again and again». Именно так. «Again and again». «I said it again and again». Далее. Значит, второй неправильный глагол. Мы с ним сейчас проходим форму. Вспоминаем, также закрепляем на примерах. Это «идти ехать». Это глагол «go». Но самое главное — это не просто знать глаголы, а уметь правильно строить именно с ними фразы и предложения, чем мы с вами и занимаемся. Итак, «go» — вторая форма «went». И третья форма «gun». «go», «went», «gun». «Я пошёл в школу». «I» — «пошёл будет». Или «я ходил в школу». «I went» и «в школу». Как вы скажете? «I went to school». Все эти фразы мы с вами разбирали. «Go to school». Просто «go» мы заменили на «went». Получается «I went to school». Далее. «Я пошёл в парк». «I» — «пошёл будет». «Went». Мы также используем с вами именно вторую форму глагола. «I went» «в парк». Получается «I went to the park». «I went to the park». Далее. «Они» — «пошли туда». «Они» — будет «they». «Пошли». «Went» «И туда». «There». «Here» — это «сюда». «There» — «tuda». «They went there». Итак, повторяем past simple. «Say», «said», «said». «He said it very loudly». «She said it very quietly». «I said it again and again». «Go went gone». «I went to school». «I went to the park». «They went there». Отлично. Значит, далее. Такой глагол, как «знать». «Знать» будет «know». Формой, соответственно, вторая форма будет «new». И третьей формой будет «known». Получается «know», «new», «known». Итак, «мы знали это очень хорошо». «Мы знали это». «We». Опять же, нам нужна вторая форма. Получается «we knew it» очень хорошо. «Very well». «We knew it very well». Значит, «мы знали это прекрасно». «Мы знали это прекрасно». «We knew it». Значит, «прекрасно» это будет «perfectly». «We knew it perfectly». Далее, более сложное предложение к конструкции, как вы просили. «Я знал, как сказать это». «Я знал». «I knew». «Как». «How». «Как сказать это». Мы с вами говорили, что если «сказать», видите, это неопределная форма глагола, вещает на вопрос «что делать». Тогда нам нужно «to» поставить. «I know», «on you», на прошедшем времени «on you», «how to say it». «Сказать», видите, на «t» заканчивается, неопределная форма глагола, на вопрос «что делать», значит, ставим «to», «to say it». Просто так мы не можем поставить глагол «on you, how to say it». Это называется инфинитив. «On you, how to say it». Отвечает на вопрос «что делать». Далее, «Я знал ответ». «On you», «я знал ответ». «On you», конкретный ответ, поэтому «on you the answer». Это такая фраза источивая. «On you», «the answer». Или, например, «я знал правильный ответ». «On you», как вы скажете, «я знал правильный ответ». «On you», «правильный ответ» – это фраза такая «the right answer». «The right answer». Или также еще допустима другая фраза. «On you», «the correct answer». «Я знал правильный ответ». «On you the right answer» или «on you the correct answer». Вот эти выражения нужно запоминать. «The answer», «the answer», «the right answer», «the correct answer». Здесь нужно подключать также память. Итак, следующий глагол «получать». Значит, «получать» – это многозначный глагол, у него есть и другие значения. Ну, давайте проявим этот глагол «get». Если берем его значение, его употребление «get». Значит, общепринятые формы «get», «got», «got». «Get», «got», «got». Соответственно, «я получил твое сообщение». «Я получил» «I got». Все у нас с вами примеры очень практичные и жизненные. «Я получил» «I got your» – сообщение будет «message». «I got your message». Далее, немножко посложнее. «Мы получили всю необходимую информацию». «Мы получили» «We got всю необходимую информацию». Значит, соответственно, «всю» – это «all». Как вы скажете, «мы получили всю информацию». Вы скажете, «мы получили all the information». «All the information». Мы с вами оборот говорили «all the» предыдущих уроков. «All the information». «Мы получили всю необходимую информацию». Семинаем «необходимый». Как сказать «необходимый»? Еще надо уметь его написать «necessary». «We got all the necessary information». «Мы получили всю необходимую информацию». И также еще часто появляется такое выражение, как «get up» – «вставать». «Вот нужно сказать в прошедшем времени». «Я встал очень рано». «I» Сейчас «get» заменяем на вторую форму. «Получается» «I got up» «Очень рано» «Будет very early». «I got up very early». «Я встал очень рано». Итак, повторяем «Know», «new», «known». «We knew it very well». «We knew it perfectly». «I knew how to say it». «I knew the answer». «I knew the right answer». «I knew the correct answer». «Get», «got», «got». «I got your message». «We got all the necessary information». «I got up very early». «I got up very early». Отлично. Двигаемся дальше. Глагол «иметь». Формы «have», вторая форма «had», и третья форма такая же «have», «had», «had». «У него было всё». Дословно «он имел всё». «He», вторая форма «had», и вспоминаю, как будет всё. «He had everything». «He had everything». «У него было странное предложение». «У него было». «He had». «Странное предложение». «A strange offer». «He had a strange offer». Далее, немножко посложнее. «Мы хорошо провели время». Вот есть такая фраза с «have». «Хорошо провести время». «Называется «have» «a good time». «Have a good time». «Хорошо провести время». Очень полезная фраза. Можно сказать, это в прошедшем времени «мы». «We». «Хорошо провели время». Здесь нужна вторая форма уже. А вторая форма у нас, соответственно, «had». «Had». Поэтому получается «we had a good time». «We had a good time». Далее. «Мы прекрасно провели время вместе». Вот выражение «хорошо провести время» — это «have a good time». Здесь выражение «прекрасно провести время» — это выражение «have a great time». «We have a great time». Говорим это в прошедшем времени. Получается «we». И вторая форма «have» — это «had». «We had a great time» — вместе будет «together». «We had a great time together». Далее. Следующий глагол — это глагол «understand». «Понимать». «Understand». И формы «understood». «Understood». И третья форма такая же «understood». 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 «Я понял тебя очень хорошо». «Я понял тебя». «I understood you». «Очень хорошо». «Very well». «I understood you». «Very well». «Я понял тебя без каких-либо проблем вовсе». «Я понял тебя». «I understood you». «Вовсе без каких-либо проблем». «Но вовсе мы стоим на конце». «Я понял тебя без каких-либо проблем вовсе». «Без» — это будет «without». «Каких-либо» — это будет «any». «Проблем». «Problems». «И вовсе мы стоим на конце». «Получается at all». «Полное предложение». «I understood you without any problems at all». «Я понял тебя вовсе без каких-либо проблем». «I understood you without any problems at all». «И мне очень приятно, когда вы говорите «я понял всё». «Я понял». «Я понял». «I understood всё». «Будет everything». «I understood everything». «Я понял всё». «Итак». «Повторяем». «Have», «had», «had». «He had everything». «He had a strange offer». «We had a good time». «We had a great time together». «Understand», «understood», «understood». «I understood you very well». «I understood you without any problems at all». «I understood everything». Далее, следующий глагол «читать». И вспоминаем его формы. «Читать read» и формы. Как мы их произнесём? «Read», «read», «read». Вы знаете, что пишут одинаково, но произношения по-разному. «Read», «read», «read». Значит, начать какое время, это нужно понимать из контекста. Например, «я прочёл книгу на английском языке». «Я прочёл», «I read», «книгу», «a book», «article». Дальше самое сложное – сказать «на английском». Как сказать «на английском»? «I read a book», «na», «in English». Это устойчивый оборот «in English». Именно такой предлог «I read a book in English». «Я прочёл твоё сообщение», «я», «I». Далее, как вы понимаете, нам нужна вторая форма. «I read», «твоё сообщение», «your message». «I read your message». «Я прочёл очень интересную статью». «Я прочёл, I read», значит, статья будет «article». Нужно сказать «я прочёл очень интересную статью». «I read a very», назовем «a». Мы с вами про это многократно говорили. «I read a very interesting article». «Article» – это, соответственно, статья. У «article» есть несколько значений. «Article» означает «артикль», и «article» означает «статья». «I read a very interesting article». Далее, следующий пример. «Я прочёл тот текст». «Я прочёл». «I read тот текст», «that», и «текст» будет «text». «I read that text». Далее, «писать» будет «write», и формы «write», «wrote», «written». «Write», «wrote», «written». «Я написал сообщение». «Я написал I», «написал». Берём вторую форму глагола и говорим «I», соответственно, «I wrote», «сообщение», «a message». «I wrote a message». «Я написал письмо». «I wrote», «письмо» будет «a letter». «I wrote a letter». «Я написал очень длинное сообщение». «Я написал», «I wrote», «очень длинное сообщение», «a very long message». «I wrote a message». «I wrote a very long message». Итак, повторяем. «Read», «read», «read». «I read a book in English». «I read your message». «I read a very interesting article». «I read that text». «Write», «wrote», «written». «I wrote a message». «I wrote a letter». «I wrote a very long message». И у нас два глагола, соответственно, которые означают «делать». «Делать», это глагол «do», означает «делать», «выполнять», формы «do», «did», «done». И другой глагол «делать», означает «делать», «создавать что-то заново». Это «make», «made», 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 «made». Значит, в общем случае «делать» означает «do». Например, «я сделал это», мы с вами скажем «I did it». «Я сделал все». «Я все сделал». «Я все сделал», вы скажете «I did everything». «Я все сделал». Вот что порядок слов такой. Значит, соответственно, подлежащие, сказуемые, далее все остальное. «I did everything». «Я все сделал». Почему не «all», мы с вами также говорили в предыдущих уроках, что «all» нужно что-то. «All», там «я сделал, соответственно, что-то». Там все уроки «all the lessons», и так далее. «I did everything». Далее. «Он сделал очень хорошую вещь». «Он сделал», «he did». «Очень хорошая вещь» будет «a very good thing». Также нужно запоминать устойчивое выражение с «do» и «smake». Например, с «do» мы говорим «делать домашнюю работу». Значит, «я сделал свою домашнюю работу». «Я сделал», «I did», «свою», то есть «мою», «моя домашняя работа» будет «my homework». «I did my homework». Соответственно, «Она сделала работу по дому». «Она сделала», то есть «уборку». «Она сделала», «she did», «работа по дому» или «уборка» – это «housework». «She did housework». Это очень часто используемое выражение «do homework» и «do housework». «Smake». Очень часто используется выражение «делать ошибку». «Make a mistake». Ну и, соответственно, «я сделал ошибку». «Я», «I». Также используем вторую форму, как и здесь. Здесь мы используем «did», здесь нужно использовать «made». Получается «I made». «Я сделал ошибку». «I made a mistake». «I made a mistake». Далее. «Он сделал несколько ошибок». «Он». «He made». «Несколько ошибок». Как сказать «несколько». Есть два варианта. Можно сказать «some», то есть «some» означает «неско». «He made some mistakes». Или есть еще одно слово, которое означает «несколько». Это слово какое? «Several». «Several» означает «неско». «She made some mistakes». «Or he made several mistakes». И, соответственно, «они сделали ужасную ошибку». «Они». «They made». «Ужасную ошибку». Это будет «a terrible mistake». «They made a terrible mistake». Итак, повторяем. «Do», «did», «done». «I did». «I did everything». «He did a very good thing». «I did my homework». «She did housework». «She did housework». «Make», «made», «made». «I made a mistake». «He made some mistakes». «He made some mistakes». «Or he made several mistakes». «They made a terrible mistake». Итак, друзья мои, отлично. Мы далее с вами переходим уже к упражнениям, к еще большей практике. Далее мы будем осваивать дальнейший материал. Но если вам скажут, то обязательно все повторите, поработайте еще раз и обязательно вы должны знать три формы глагола при скором времени. Соответственно, вам пригодится третья форма. То есть, вы обязательно даже подучите третью форму глагола. Здесь делается наибольшее количество ошибок. Но вторую форму, естественно, вы должны знать. Итак, друзья мои, отлично. Пишите о ваших результатах. See you. Увидимся. Друзья, привет. Hi. Приветствую вас на канале English Galaxy. И мы с вами переходим к упражнениям. Практическая грамматика английского языка с нуля. Продолжаем наш плейлист и отрабатываем неправильные глаголы английского языка. Ведь недостаточно просто знать формы. Нужно уметь строить предложения. Итак, друзья мои, ваша задача правильно переводить быстро и, соответственно, максимально, возможно, без ошибок. Итак, я написал очень длинное сообщение. Переводим. Я написал I wrote очень длинное сообщение. A very long сообщение будет message. I wrote a very long message. Я понял тебя без каких-либо проблем вовсе. Или я понял тебя вовсе без каких-либо проблем. Я понял тебя. I understood you без каких-либо проблем. Это будет without каких-либо проблем. Any problems вовсе at all. I understood you without any problems at all. Далее. Я прочел очень интересную статью. Я прочел. I read очень интересную статью. A very interesting article. I read a very interesting article. Я встал очень рано. Я встал. Я встал. I got up. Очень рано. Будет very early. I got up very early. Далее. Я знал, как перевести тот текст. Я знал. Вы скажете I knew. Далее. Как. How. Перевести. Вот переводить будет translate. Поэтому вы скажете I knew how to translate. Мы сами как раз разбирали почему-то. I knew how to translate тот текст. That text. I knew how to translate that text. У него было все. Средословно он имел все. He had. He had. И все будет соответственно everything. He had everything. Мы получили всю необходимую информацию. Мы получили. We got. Всю необходимую. All the. Необходимую будет necessary. Информация будет information. We got. All the necessary information. Я знал. Правильный ответ. Я знал. Правильный ответ. I knew. Правильный ответ. The correct. Ответ будет. Соответственно answer. I knew. The correct answer. Итак, повторяем и проверяем. I wrote a very long message. I understood you without any problems at all. I read a very interesting article. I got up very early. I knew how to translate that text. He had everything. We got all the necessary information. I knew. The correct answer. Далее. Они получили все деньги. Они получили. Мы сами скажем. They got. Все деньги. All the money. They got all the money. Я пошел туда. I пошел туда. Went there. I went there. Я прочел тот текст. Я прочел будет. I read тот текст. That text. I read that text. Я понял тебя. Очень хорошо. Я. With I. Понял тебя. Understood you. Очень хорошо. Very well. I understood you. Very well. Далее. Мы поняли друг друга. Мы поняли. We understood. Далее вспоминаем, как будет друг друга. Если что-то забываете, рекомендую вам еще раз прослушивать весь плейлист, прорабатывать, чтобы ничего не упустить. Значит, мы поняли друг друга. Будет we understood each other. We understood each other. Я понял все. Я. I understood. Все будет everything. I understood everything. Я прочел книгу на английском языке. На английском. Я прочел книгу. I read книгу, a book. На английском. In English. I read a book in English. У него было странное предложение. У него было, то есть он имел. He had. Странное предложение. A strange offer. He had a strange offer. Так, повторяем. They got all the money. I went there. I read that text. I went there. I went there. I understood you very well. We understood each other. We understood each other. I understood everything. I read a book in English. He had a strange offer. Далее. Я прочел твое сообщение. Мы скажем, я прочел. I read твое сообщение. Your message. I read your message. Они это делали снова и снова. Они это делали. Они это делали. They did it. Снова и снова. Соответственно, будет такая фраза есть. Again and again. They did it again and again. Я ходил на работу вчера. Я ходил. Будет I went на работу. I knew. To work. И вчера будет yesterday. Мы с вами скажем, I went to work yesterday. Next. Я знал слишком мало. Я знал. Мы с вами скажем, я знал. I knew. Слишком мало. Too little. Чтобы сдать тот экзамен. Как сказать, чтобы. Мы с вами опять же, друзья мои, все это разбирали. Мы различные моменты отрабатываем, когда разбираем плейлист. И мы чтобы проходили. И тоже сдать экзамен мы тоже эту фразу с вами разбирали. Насколько я помню. I knew too little. Чтобы. Вот чтобы это to. Сдать. Это будет pass. Тот экзамен будет that exam. I knew too little to pass that exam. Я обязательно вам рекомендую еще раз просматривать уроки и повторять. Далее. Я получил твое сообщение. Я получил. I got. Твое сообщение. Your message. I got your message. Мы знали это очень хорошо. Мы знали это. We knew it. Очень хорошо будет very well. We knew it very well. Я получил твое письмо. Я получил. Я получил. I got. Твое письмо. Your letter. I got your letter. Он сказал это еще один раз. He said it. Еще один раз. Это фраза. One more time. He said it one more time. He said it one more time. В принципе синоним это again. He said it one more time. Она сказала это очень тихо. Она. She said it. Очень тихо. Very. И тихо соответственно будет quietly. She said it very quietly. Итак. Повторяем. I read your message. They did it. Again and again. I went to work yesterday. I knew too little to pass that exam. I got your message. We knew it very well. I got your letter. He said it one more time. She said it very quietly. Далее. Я сделал несколько ошибок. Я сделал. Соответственно. I сделал. I made несколько ошибок. Several mistakes. Тоже это упустимо. Some mistakes. Мы с вами про это говорили. I made several mistakes. Я понял его сразу же. Я понял его. I understood. Его. Him. И сразу же будет слово. Immediately. I understood him. Immediately. Она прочла тот документ. Она. She. Прочла. Read. Тот документ. She read. Document. She read. That. Document. Я сделал, что ты хотел. Я сделал. I did. Что ты хотел. What. You wanted. I did. What. You wanted. I did. Я сделал, что ты хотел. Я сделал свою домашнюю работу. Я сделал. I did. Свою, то есть мою. I did my homework. I did my homework. I did my homework. Он сделал странную вещь. Он сделал. he did. Странную вещь. A strange thing. he did a strange thing. Я пошёл в школу. I went to school. Я пошёл в школу. Я знал ответ. Я знал. I knew. Ответ. I knew the answer. I knew the answer. Она сделала ужасную ошибку. Она сделала she made. Ужасная ошибка будет a terrible mistake. She made a terrible mistake. Итак, повторяем. I made several mistakes. I understood him immediately. She read that document. I did what you wanted. I did my homework. He did a strange thing. I went to school. I knew the answer. She made a terrible mistake. Далее. Я говорил это снова и снова. Во времени past simple мы сами скажем. I said it. Снова и снова. Это фраза again and again. Мы знали это прекрасно. Мы. We. Знали это. New it. Прекрасно. Perfectly. We knew it perfectly. Она сделала работу по дому. She сделала did. То есть уборку. She did housework. She did housework. Далее. Я пошел в парк. Я пошел. I went в парк. To the park. I went to the park. Он сказал это очень громко. Он сказал это. He said it очень громко. Very loudly. He said it very loudly. Я знал очень мало. Я знал. Мы сами скажем. I knew. Очень мало. Very little. I knew very little. У него была большая проблема. У него была. То есть он имел большую проблему. He had. Большую проблему. A big problem. He had a big problem. Мы прекрасно провели время вместе. Используем ходовую фразу с have. Мы прекрасно провели время вместе. We had a great time together. Не называем артикль. Это устойчивая именно такая фраза. We had a great time together. Я написал сообщение. Сообщение. Я. I wrote. Сообщение будет. A message. I wrote a message. Повторяем. I said it again and again. We knew it perfectly. She did housework. I went to the park. He said it very loudly. I knew very little. He had a big problem. We had a great time together. I wrote a message. Далее. Мы хорошо провели время. Устойчивая фраза с have. Как мы скажем, мы хорошо провели время будет. We had a good time. We had a good time. Далее. Я знал, как сказать это. Я знал. I knew. Как сказать это? How? Сказать это. How to say it. I knew how to say it. Мы с вами говорили как раз про такую конструкцию. Неопределенную форму глагола ставим to. Что делать? Это еще один вопрос. I knew how to say it. Он сделал слишком много ошибок. Он сделал слишком много ошибок, будет mistakes. He made too many mistakes. Он встал слишком поздно. Он встал. He got up слишком поздно. Too late. He got up too late. Она сказала все. Она, she, сказала, said, и все будет everything. She said everything. Я пошел в то место. Я пошел. I went в то место. To that place. I went to that place. Далее. Я знал, что сказать. Я знал. I knew, что сказать. What сказать будет to say. I knew what to say. Я написал письмо. I написал, будет wrote, письмо. I wrote a letter. I wrote a letter. Я сделал все. I did. Все будет everything. I did everything. Друзья мои, повторяем. We had a good time. I knew how to say it. He made too many mistakes. He got up too late. She said, she said everything. I went to that place. I knew what to say. I wrote a letter. I did everything. Друзья мои, отлично. Вот такая у нас полезнейшая практика. Мы с вами дали двигаться по нашему плейлисту. И хочется сделать какие-то выводы. Что хочется сказать? Что обязательно повторяйте предыдущий материал. И обязательно важно знать не просто сами глаголы и перевод. Это вам мало что даст. Самое главное именно практика перевода. Что вы молниеносно говорили простые фразы. Если вы не успеваете, значит нужно работать. Если делать ошибки, тоже работайте. Повторяйте, прорабатывайте уроки еще раз, друзья мои. И конечно мы с вами двигаемся дальше. И продолжаем различные плейлисты. Thank you very much, my friends.